Это программа «День с толком» Барнаула Как врачи и военные, учителям, возможно, придется давать профессиональную клятву. Зачем и на что это повлияет? Чтобы избежать детской смерти, как в Барнауле собираются предотвращать преждевременные роды? Альфа-мен по-барнаульски. В краевой столице скоро появятся свои гонки героев. В Алтайском крае, в том числе в Барнауле, возобновляют плановую медицинскую помощь. Напомним, ее повторно ограничили в октябре из-за очередного всплеска заболеваемости ОРВИ, ковидом и вирусной пневмонией. Краевой Минздрав готовит сегодня соответствующий приказ. Поводом для смягчения ограничений стало снижение числа заболевших ОРВИ. По Барнаулу этот показатель на 8% ниже эпидпорога, а по краю на 19%. В течение прошлой недели снизилось также число тяжелых и крайне тяжелых пациентов с ковидом. Отметим, Краевой Минздрав призывает жителей края, в том числе Барнаула, особенно пожилых, не обращаться в поликлиники без особой надобности для того, чтобы исключить очередных массовых вспышек заболеваемости. Также специалисты напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А между тем, в определенной поддержке и помощи сегодня нуждаются и сами медики. Так, Краевой Минздрав сейчас ищет психологов, которые смогли бы повысить эффективность работы алтайских врачей и медсестер. Соответствующие вакансии ведомство разместило на сайте поиска работ. Добавим, психологи по работе с персоналом требуются Валейский, Камнинаобий, Заринский и Рубцовский. В Роспотребнадзоре призвали отказаться от поездок в новогодние праздники. Другими словами, провести каникулы в кругу семьи и желательно на свежем воздухе. Напомним, за время пандемии в крае только по официальной статистике выявили почти 29 тысяч зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки 219 новых случаев, из них 69 в Барнауле. За один день скончались 12 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находится 505 пациентов. 131 человек подключили к аппаратам ИВЛ. И перейдем к другой теме. Служу на благо детей. Алтайским учителям, возможно, скоро придется давать клятву. Это пропишут в краевом законе о статусе педработника. По мнению авторов документа Министерства образования региона, учитель несет ответственность, которую можно сравнить с профессиональным долгом врачей и военных. Кого из педагогов могут обязать присягать на верность профессии, в какой форме и как новую идею восприняли сами учителя, узнавала Анастасия Дороган. Я дорожественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг. Честно исполнять свой врачебный долг. Негласные до этого долг учителя пытаются прописать в законе. Теперь уже и у нас. Учителей пытаются обязать давать клятву на верность профессии. Правда, не всем, а только новоиспеченным. К слову, для России это не прецедент. В Ульяновской области клятву приняли год назад. Выпускники алтайского педвуза, студенты старших курсов пока не видят ничего страшного в том, чтобы присягнуть профессии. Была клятва Гиппократа, да, и получается, учитель – это такая же важная профессия, как и профессия врача. Будущее страны вообще же зависит от нового поколения, а новым поколением как раз-таки занимается у нас учитель. Педагог недооценен как профессия, то есть это превращается уже больше как человека-услугу, так скажем. Как раз-таки не хватает почета этой профессии, не хватает осознания обществом важности педагога. Обязанность давать клятву прописали в проекте краевого закона о статусе педработника. Под него подведут все права и обязанности учителей. Здесь уже знакомые компенсации услуг ЖКХ, право на санаторий. Здесь же пропишут, как поддержать учителя организационно, закрепить в профессии молодежь, а еще нормы этики, меры поощрения профессионалов ждет знак почетный учитель края, новичков, клятва. В законопроекте даже есть пример на ее текст. Торжественно клянусь, направлять знания и умения на пользу обучающихся, быть всегда честным, гуманным и справедливым, не допускать нарушения прав и свобод обучающихся, постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию, уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края. В Краевом Минобре подчеркнули клятва не попытка формализаторства. Каждая школа, возможно, примет свой текст обращения. Ритуал будет проходить в торжественной обстановке среди коллег. Узнав о такой идее, общественность Барнаула взбудоражилась. Многие назвали ее не слишком удачной. По мнению горожан, лучшим мотиватором для будущих учителей стало бы повышение их материального вознаграждения. Каким же образом клятва улучшит социальное положение учителей? Бред! ЗПМ поднимите! Первые полтора года, когда я работала, моя зарплата была очень маленькая. Хранник в школе получал больше, чем я. Но сейчас за счет стимулирующих. То есть, если ты работаешь, тренируешь детей на Олимпиады, то живу на работе 29 часов в неделю у меня нагрузка. Плюс надомник. Александра в школе три года и искренне горит любимым делом. Признается, гореть из дома родителей проще. Живи одна, сама себя бы не потянула. Поэтому воспринимает работу скорее как хобби, в хорошем смысле. Она тоже уверена, статус педагога требует внимания. Но и поддержки тоже. Один из сотрудников педвуза сказал, что давно пора ввести доплату за магистратуру или красный диплом для помощи молодых учителей без стажа. Но их слова не слышат. Это не будут большие деньги. Никогда учительство в России не было богатым. Вот, например, к 100-летию гимназии практически каждый учитель у нас получил свою награду. Начиная от поощрений районного уровня и заканчивая федеральным уровнем. То есть для нас это было важно. А премию все получили одинаково. Тысячу рублей. До второго, а может там и потребоваться и третье чтение, мы еще и еще будем спрашивать мнение наших коллег, алтайских педагогов, мнение педагогических работников вузов для того, чтобы сделать этот закон понимаемым, принимаемым. В КЗС нам сообщили, что основная работа по законопроекту начнется после принятия первого чтения. Оно пройдет в конце декабря. А уже в этот четверг профессиональное сообщество встретится с авторами идеи, чтобы обсудить детали нововведения. К примеру, по мнению профсоюза педагогов, неправильно законодательно обязывать учителей клясться на верность работе. Достаточно дать обещание при приеме. В каком виде профессионально-учительское сообщество решит присягать профессии, расскажем в ближайших выпусках. Анастасия Дороган, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Даре начал работу кабинет по наблюдению беременных с риском преждевременных родов. В перинатальном центре за этот год на свет появились почти 400 младенцев, и из них каждый восьмой с экстремально низкой массой тела. Как понять, что вы в группе риска? Смотрите в сюжете. Виктория на 28-й неделе беременности. Когда пришла в женскую консультацию, ей поставили диагноз «отягощенный акушерский анамнез». У нее высокий риск преждевременных родов. В консультации посоветовали обратиться в кабинет по невынашиванию, который открылся в центре ДАР. Когда я пришла с результатами своих анализов, к ЭКГ, доктор посмотрела и предложила дни госпитализацию, чтобы более тщательно наблюдать, проводить КТГ, УЗИ, побольше. Специалисты ДАРа говорят, преждевременные роды – самая актуальная проблема для акушеров всего мира. В Алтайском крае за прошлый год больше 7% детей появились раньше назначенного срока. Именно такие младенцы чаще других попадают в статистику по ранней детской смертности. Поэтому в центре уверены – с женщинами, которые входят в группу риска с угрозой преждевременных родов, необходимо работать. В первую очередь в женских консультациях должны обратить внимание на уже бывшие преждевыкидыши, преждевременные роды и многие другие патологии. Эти женщины даются направления, это консультации бесплатные. То есть и женщина приходит, составляется индивидуальный план ведения. То есть и производится ее, как бы во время беременности составляется план, либо идет профилактическая, то есть направленность лечения, либо уже если выявляется во время беременности непосредственное изменение, то уже лечебные мероприятия. В этом отделении пока работают только с беременными, но планируют проводить и предродовые наблюдения и консультации, ведь это самый эффективный способ предусмотреть и по возможности устранить проблемы, которые открываются на стадии беременности. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле появятся свои гонки героев. Новый спортивный проект под названием «Альфа Мэн» сегодня презентовали организаторы. Главная цель – объединить любителей, профессионалов летних и зимних видов спорта. Для этого предусмотрены пять состязаний разной направленности. О том, что это за проект и зачем он нужен, смотрите в сюжете. Барнаул увидит свои гонки героев. Проект стартует в 2021 году и объединит в себе целую серию спортивных турниров. Гонки на снегоходах, квадроциклах, скоростные велоспуски, испытания на выносливость в суровых условиях. И даже турниры по смешанным единоборствам. Особой фишкой станет турнир памяти и истории «Альфа-подвиг». Сейчас пока карты раскрывать не буду, но могу сказать, что, допустим, в Штатах аналог такого мероприятия, когда в экипировке, весящей 20 килограмм, ребята совершают восхождение на 110 лестничных маршей. То есть это стилизовано, это сделано в память о пожарных, которые помогали ликвидировать последствия взрыва на башнях Близнецов. Но у нас на территории и в крае, и в нашем регионе достаточно своих героев. И посвящать такие «Альфа-подвиги» мы, естественно, будем своим ребятам. Все, кто захочет испытать свою выносливость, не страшится длинных дистанций, непогоды и грязи, получат шанс на участие в гонке героев. Забеги на 30 километров будут включать около 50 препятствий. В отличие от аналогов, победитель будет только один. Анастасия Бертенева, День с толком. Более 15 миллионов рублей уйдет на обустройство снежных городков в Барнауле. В этом году их будет несколько, часть из них построят по новым адресам. Об особенностях оформления праздничных площадок расскажет Мария Микшута. Много льда и гирлянд, а еще снежная башня с яркой подсветкой. Именно она открывает вход на главную новогоднюю площадку Барнаула – площадь Сахарова, где на днях начали возводить главный снежный городок в городе. Работы по возведению снежного городка уже ведутся. Их планируют завершить в 20-х числах декабря. За это время здесь планируют установить пять детских горок, ледовые скульптуры, ну и, конечно же, 32-метровую искусственную ель. Без массовых гуляний, праздничного салюта и в защитных масках. 2020-й внес коррективы даже в праздник. Но, по словам организаторов городков, барнаульцы не будут обделены приятными сюрпризами. Так, на площади вскоре появятся новые праздничные атрибуты. У нас в этом году запланировано новшество. Это приобретение пяти растяжек 35-метровых светодиодных, которые будут располагаться между столбами освещения. Также на столбе освещения будут установлены новые фигуры, светодиодные формы бокала. В настоящую новогоднюю сказку уже начала превращаться пешеходная улица краевой столицы. Прохожим убранство уже нравится, но ждут больших красок и впечатлений. Как можно больше, чтобы освещался город. Побольше снега. Горки для детей, развлечений, да и для взрослых тоже. Нам-то все хватает. Да красиво все, молодцы. Нам не 16 лет, нам все хватает. Лишь бы внукам хватило. Мы немного сиделись дома и хотелось бы, конечно, погулять больше и увидеть чего-то необычного. Символ нового года – шестиметровую ель уже установили. Горки тоже обещают даже целых две. Мы увеличили на 30 единиц размещение здесь световых фигур из детских сказок и мультфильмов. Вернулись к схеме. Вот новогодний потолок праздничный. Мы делаем 8 подиумов и на них будут установлены 8 барельефов. Глыбы у нас ледяные, заготовленные. Еще один снежный городок возведут в Октябрьском районе. Прежде он много лет подряд был у Дома культуры «Трансмаш». В этом году появится в сквере химиков. Здесь уже вовсю кипит работа. Ну, килограмм 8. И сколько таких вам предстоит перенести? Ну, 16 штук, ряд. 16 штук, ряд. Там вот Снегурочка и Дед Мороз. Там 21. Забор из льда. Будут фигуры ледяные, объемные. Символ года, цифры. 20 и 21. Елка, естественно, 14-метровая, большая елка. Все различные фигуры будут. Ну, все не буду рассказывать, не будет совсем интересно. Освещение, все будет красиво. Еще одно праздничное место у ДК «Южный». Но здесь установят лишь ледовые скульптуры. Строительство всех праздничных городков планируют завершить до 25 декабря. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком. В Барнольском зоопарке может появиться новый обитатель. Красноярский зверинец пообещал, как только у них случится пополнение, один детеныш зебра отправится к нам. Но это произойдет не раньше, чем через год. А вот два тигра, которые совсем недавно приехали в краевую столицу, чувствуют себя хорошо. И с ними уже можно познакомиться, как это сделал мой коллега Илья Кочетков. Это Фифа, девочка редкого белого окраса. И Мартин, мальчик. Шестилетние тигры в Барнауле не впервые. Они были здесь несколько лет назад на гастролях, как артиста одного из казанских цирков. Поскольку они привыкли к разъездам, на новом месте, говорит Сергей Писарев, директор зоопарка, очень быстро адаптировались. Подобное бывает нечасто. Как у нас, допустим, было с дальневосточным леопарда, он не ел 10 дней. Вообще не прикасался к пище, потому что было состояние стрессовое. Вот с этими друзьями совершенно другая, так сказать, картина. Вот, они приехали. В этот же день, в день выгрузки, они с удовольствием покушали мясо и начали обследовать вот жилье, которое им временно предоставили. Правда, Мартин вскоре покинет Барнаул. Здесь он на передержке, ждет переезда в другой зоопарк. А Фифа останется. Для нее и постояльца зоопарка будущего супруга Тигра Маяка рядом строят собственный вольер. Писарев говорит, несмотря на то, что времена сейчас тяжелые, зоопарк обязан пополняться новыми питомцами. Это своего рода миссия. Обратите внимание, когда смотришь на тигров сквозь клетку, которая отчасти напоминает лесную чащу, понимаешь, зачем природа подарила этим прекрасным животным именно вот такой камуфляж. В лесу их разглядеть довольно сложно. Конечно, клетка для тигров – это неволя. Но ученые говорят, что по вине человека с лица земли исчезло в общей сложности около 800 видов животных по вине человека. И зоопарки, созданные тоже человеком, сегодня помогают сохранить многие редкие исчезающие виды. Кстати, «Маяк», как и «Фифа», тоже относится к редким белым видам. Если у пары вспыхнет взаимная любовь, ждать зоопарку блондинов. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Удивили и покорили шестой раз подряд. В Барнауле прошла премьера очередного сезона «Большой сцены», проекта, в котором актерами становятся юристы, визажисты, сотрудники суда. Этот сезон был особенный. Времени для подготовки у новоиспеченных артистов было вдвое меньше. Анастасия Дороган побывала на финале. Самый короткий и самый экстремальный шестой сезон Барнаульского проекта «Большая сцена». В этот раз жителям краевой столицы пришлось постараться, чтобы всего за пару месяцев из-за пандемии проект сократили, перевоплотиться в роль. Научиться держаться на сцене, говорить так, как нужно и смотреть на мир другими глазами. Она костюмерша главной примы театра, и поэтому она себя позиционирует такой, что она прима настоящая. Я совершенно не такой человек, да, и здесь просто вот пробуешь, и как-то, ну, интересно. Вообще проект очень интересный, то есть я почувствовала себя другим человеком. Стесняться уже некогда. Да и заботы на сцене совсем другие. Правда, волновались о тексте или определенной позе не все. Ася Черкасова по ту сторону театра оказалась впервые, хотя о карьере актрисы мечтала с детства. Поэтому сейчас полная концентрация и не заученный текст, а жизнь, как она есть. Папа! Папа, нет! Я плакала почти, да. Плакала, да. Ну, я жила прям. Я жила, и девочки все заплакали. Ну, такая речь. Очень хотелось ее сделать именно такой. Я довольна на сто процентов. Лучше жить на сцене, вот проживать вот эти вот эмоции, которые, казалось бы, могут иметь какой-то негативный окрас, чем в жизни. Это было необычно увидеть ее вообще с другой стороны. То есть, она, получается, раскрывается вообще по-другому. И ты думаешь, блин, а, наверное, хорошо она бы смотрелась в роли актрисы. Артисты признаются, все они перевоплотились в своих героев. 16 предпринимателей, бизнесмены, визажисты, госслужащие показали все свое актерское мастерство и итог двух месяцев работы над собой и совместной работы с людьми, которые за время проекта стали больше, чем знакомые. Дисциплинированная команда. Во-вторых, очень сыгранная, собранная. И мы прям действительно очень хорошо подходим друг к другу по типажам и характерам. То есть, это очень, мне кажется, не в каждом сезоне, где я участвовал, была такая же история. Кстати, как проводить финал проекта еще месяц назад не знали, ориентировались на эпид-обстановку. И все же даже в такое время желающие пришли на премьеру Народного театра. Правда, зал заполнен наполовину, все в масках. И пусть аплодисменты были тише, но для этих участников они столь же ценны, как и для прежних сезонов. Ведь кто знает, когда еще они поднимутся на большую сцену. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.